...воего места, им сегодня прославил Тебя, Господь, вместе с этим братом и сестру. Аминь. Вы знаете, сегодня пастор Оля, когда говорила, она много раз повторила слова Иисуса, который сказал людям. Заблуждайтесь, не зная Писания, ни силы больше. И я очень благодарю Господа, что когда мы готовили эту конференцию, я знаю человека, который из истории Церкви Христовой анализировал и показывал много раз, как люди, заблуждаясь, не зная Писания, уходили от истины. Вот Владимир Сергеевич Глуховский, он свидетель некоторых вещей, которые происходили в истории моей семьи. У меня дядя был великим пророком. Он обманул людей и увел их возноситься в Казахстан. Где-то в Мингоре нашел, в Христове, чтобы там возноситься. Но уехали, погибли. Вся семья под проклятием очень долго жила. И так в этой семье полная разруха. Поэтому я обращаюсь сегодня к вам, друзья. Слово Божие, мы должны принять таким, как оно есть, и от себя ничего не выдумывать. И архиепископ Сергей Журавлев сейчас будет делиться именно этими тезисами из истории заблуждения Христианской Церкви. Послушайте, это не для того, чтобы вернуться нам назад. Это для того, чтобы впереди, когда мы будем идти, чтобы мы не сделали то, что сделали люди, которые заблудились, не зная Писания и силы Божьей. Слава Богу! Слава Иисусу Христу, нашему Господу, Богу Спасителю! Дорогие друзья, братья и сестры, всех вас приветствую, благословляю именем Господнем, именем Иисуса Христа. Для меня это честь быть сегодня в собрании. И Владимир Сергеевич, спасибо за подарки, за книги. Всем святым, всем братьям Слуцка, спасибо за проставление. Спасибо за вот такое вот, знаете, настоящее православное, я так рассуждаю. Правильно славит Господа, да. Вот так, чтобы душа так вот развернулась. И знаете, друзья, на самом деле Господь сегодня, Он хочет научить нас. И эта конференция, конечно, я присоединяюсь к словам, что были уже сказаны, и поздравляю церковь с 20-летием Филадельфия. Братская, естественная любовь, слава Богу, это прекрасно. И знаете ли, со своей стороны, хочу тоже, как епископ, как архиепископ, от нашей церкви всей, реформаторской, православной церкви, Христа Спасителя, от украинской, реформаторской, православной церкви, поздравить вас, благострелить вас. Мы завтра письмо приготовим, вот такое поздравительное, а сегодня вот крест, хотел бы такой вручить. Знаете, вот у Едменина Макаровича есть ряса, но вот не хватает креста. Вот как бы. И, в общем-то, так принято служителям у нас на Руси носить крест. И когда вручает крест епископ, то он провозглашает, аксиус, значит, достоин. И люди говорят, аксиус, аксиус, аксиус. А если они достоин, то говорят, анаксиус. Но я сегодня вижу, что аксиус. Аксиус, аксиус. Аксиус. Поздравляем! И как епископ в церкви я даю право на наношение креста, совершение обрядов православной церкви. Потому что Геннадий Макарович был и протестантский пастор, и с сегодняшнего дня еще и как и православный. Для меня это честь провозглашать аксиус. Слава Богу! Слава Богу! Это еще начало сегодня подарков. Геннадий Макарович. Поздрав, папа. Знаете, как орден вручают? Да. Все, чтобы было как положено. Да, и награда от Господа для вас великая, конечно. Со своей стороны скажу, что вы для меня пример для нашей церкви, благословения. И знаете ли, как для христианина, скажу, что для меня очень важно, наверное, для каждого верующего это важно, иметь в жизни какие-то примеры верных, верных христиан, верных служителей. Да, и у меня в судьбе моей христианской есть несколько человек, на которых я скажу, что для меня это благословение, ориентир определенный такой. И вот вы один из таких вот как раз в моей судьбе христиан. Слава Богу. И пусть Бог благословит и вашей жизнью прославится очень и возвеличится, слава Богу. И дорогие братья и сестры, и знаете, как вот на Руси говорят, цыплят по осени считают. И, конечно, не стартовавший хорошо он чемпион, а хорошо финишировавший. И знаете ли, Геннадий Макарович, он прошел путь определенный христианский, и еще много впереди. И дай Бог, чтобы финишную черту пересечь блистательно, так же, как вы все эти годы шествовали с Христом. Бежали на этом листалище. Слава Богу. И те, кто за вами идут, для кого вы пастор и служитель, да, учитель, чтобы они так же, взирая на вашу веру, подражали вере вашей и шли до конца. Слава Богу. И, возлюбленные братья и сестры, мне бы была сегодня роль говорить на очень такую сложную тему. Важную, но очень сложную тему. Потому что, с одной стороны, это праздник, конференция, и говорится о очень важных вещах. И тема ученичества благосновеннейшая тема на самом деле. Благосновеннейшая. Потому что Господь действительно хочет, чтобы мы были учениками Его. Верными Его учениками. И если мы будем учениками Его, если мы пребудем в Слове Его, если будем иметь общение друг с другом, то действительно и кровь Христа будет умывать от всякого греха. И действительно истина сделает нас свободными. И тогда мы принесем много плода и простаю нашего Господа. Ему вся слава и хвала. Аминь. И я прочту из Слова Божьего, из послания к Тимофею, апостола Павла. Первое послание к Тимофею, вторая глава. Говорится здесь следующее. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Ибо это хорошо и угодно спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеками, человек Христос и Иисус, предавший себя для искупления всех. Аминь. Братья и сестры, дамы и господа, Господь хочет спасения всем. Он хочет, чтобы все люди спаслись, без всякого исключения. И для того, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины, Он, Бог, все приготовил. Он возлюбил мир и отдал Сына Своему ненародного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Отец возлюбил нас, людей. И это действительно Евангелие, это благая весть. Это не худая, это благая весть, это великая весть. Слава Богу. И, возлюбленные, Господь, отдав Сына Своего на распятие, на Голгофу, на крест, превознес Его имя во вселенной всей, дабы пред именем Христа всякая колена преклонилась, небесных, земных и преисподних. И вот сегодня, между всеми нами и святым великим Богом, есть лишь один ходатай, посредник, великий первосвященник, ходатай Нового Завета, Иисус Христос. Здесь подчеркивается, человек Христос, Иисус, предавший себя для искупления всех. И я Бога благодарю, что сегодня я, вот утром, допустим, проснувшись, я не ломал голову над вопросом, кому же мне сегодня молиться вообще, а к какому святому обратиться, я знаю, в кого я уверовал, я знаю, кого я призываю, я знаю, кто мой Спаситель, я знаю, кто мой Искупитель, я знаю, что кровь Христа, она и сегодня омывает людей от всякого греха, всякого призывающего Его спасают. Слава Иисусу Христу. Мне очень нравится это, вот, что в Украине сохранились вот эти вот христианские корни эти, вот это, я не знаю, как в Луцке, говорят слава Иисусу, да? Слава Иисусу Христу. Я когда впервые был, приехал в Украину, я вообще родился и вырос в России, Украина моя вторая родина уже, духовная, где я как служитель состоялся, как реформатор. И знаете ли, и первый город, куда я попал в Украине, это был Львов, город Львов. Ну, Двенити и Львов жил там, это было в 97-м, ну, да, 97-м году. Я впервые был в Украине. И представляете себе, на улице люди за место здрасти говорили мне, слава Иисусу Христу. Я думаю, где я, я на небесах или я еще на земле вообще? Я не привык, чтобы утром люди, они между собой, не то чтобы со мной с батюшкой, я был в рясе, но они между собой. Я прислушиваюсь, они говорят, слава Иисусу Христу. Вот это да, как говорят, да чтобы я так жил. Знаете ли, в таком городе, чтобы люди за место здрасти утром говорили слава Иисусу Христу. Я вообще был в таком удивлении, а я говорю, здрасте, здрасте. Одна бабушка меня пожарила, видимо, говорит, батюшка, можно вас, я вижу, вы не местная. Говорю, да, ну, батюшка, надо говорить, слава на Вике, слава на Вике, Бог у себя дома. Ну, и не здрасте, говорит, ну, это на нашем виде, это очень неприятно. Говорю, понял, бабушка, спасибо, спасибо. Она меня научила, мне так понравилось, что я не только там, как бы, значит, а что, я говорю, слава, ну, на Вике слава, Богу Святому, думаю, здорово. И я стал говорить это. И вот пока жил там, значит, то, а я в гостях был у Любомира Кузера тогда, значит, он был помощником кардинала в то время, в греко-католической церкви, значит, и у отцов Василиан жил также, значит, там в гостях, был у греко-католиков в гостях. Им было очень интересно православного диссидента послушать тоже, и Любомир очень много тоже расспрашивал меня. А в то время я уже вышел из традиционной православной церкви и был таким православным диссидентом. И, в общем-то, среди греко-католиков нашел много единомышленников в то время я, в частности, в лице Любомира Кузера. И знаете ли что? Общаясь так, я скажу, что хочется, чтобы действительно слава Иисусу Христу, она была в наших судьбах, в нашей жизни, в наших семьях, в наших городах, в наших селах. Чтобы действительно слава Иисусу Христу звучала сегодня на улицах и площадях и Киева, и других городов. И чтобы это действительно было словословием, благоуханием к небесам. Слава Богу! Не теряйте этого! Не теряйте! Это, знаете ли, безбожиим коммунизмом вытравливало все из народной, из подсознания даже народного. Но те, кто сохранили, берегите это, храните это и говорите это, исповедуйте. Я всегда стараюсь тоже, и по всей России путешествую сегодня, я везде говорю, слава Иисусу Христу! Слава Иисусу Христу! С этого начинаю и этим завершаю каждое свое служение проповедь. И сегодня в этом служении пусть будет вся слава Иисусу Христу! Аминь! Потому что ни в ком ином нет спасения. Нет другого имени под небом, данного нам людям, которому надлежало бы нам спастись. Кто наш Искупитель? Иисус! Скажем, Иисус! Кто наш освободитель? Иисус! Кто целитель наш? Иисус! Кто фундамент нашей веры? Иисус! Слава Иисусу Христу! И, дамы и господа, братья и сестры, в посланиях апостольских, в Евангелиях, вообще во всей Библии, я вижу, что мы действительно должны дорожить истиной, должны взирать на начальника веры, совершителя веры Иисуса Христа. Потому что очень важным является объяснение любого заблуждения, это у Петра, второе постание, вторая глава, где он говорит о лжеучителях различных, о лжеучениях. И он говорит, одно из таких характеристик интересных лжеучения, отвлекаясь от искупившего их Господа. Вы знаете ли, однажды у меня это так резонуло, прям по сердцу как будто бы, надо же, думаю, вот это да, я чуть не воскликнул, как Эврика. Вот оно, как бы, на самом деле любое заблуждение, оно имеет, вот как бы, целью отвлечь человека от искупившего их Господа, от нашего искупителя. И я подумал, так, чтобы мне не попасть под заблуждение, мне нужно всегда взирать на Иисуса Христа. Быть максимально, как говорят сегодня, богослово-христоцентрично. Как вот те евреи, что вышли из рабства египетского, они были ужаленными, жалили эти змеи, и они жалили и убивали ропотников. И казалось бы, все, погибель пришла к тем, кто вышел из рабства, но Бог дал ответ, сделайте из змеи эти змеи, и поставьте на видное место. И люди смотрели, и те, кто смотрели, исцелялись. Я скажу, что, я даже смотрел нашу программу по Discovery, там, где показывали как раз этих ужаленных, укушенных, которые выжили. В экстремальных ситуациях были люди, оказались, допустим, в таких местах, где много змей, их кусали змей, и они выжили. Они делились опытом, как они выжили вообще. Так вот, и описание ужасное, конечно, действий яда змеиного. И я лишь один раз в жизни попал в такую передрягу, я попал как раз в минное гнездо, и это была большая коричневая в страницах змея, которая убивает взрослого мужчину примерно, ну, если он не пьет, не курит, спортом занимается, то примерно минут 5 он живет, значит. Если он пьет, курит, значит, там, и слабой здоровьем, то, значит, минуты 2-3, допустим. И притом эта змея, она имеет это очень дурное свойство, бросаться на все, что как бы теплое, надо, не надо, она кусает. А мы попали с братом с одним, значит, прямо вот на их гнездо, это было в Австралии. И, как назло, мы не взяли с собой из машины как раз вот эти вот препараты. А инструктаж был очень строгий, надо всегда быть на чеку. Вообще-то, большая часть, больше половины всех змей на планете, земля проживает на территории Австралии. То есть, это как бы змеиное такое место очень. И еще одна неприятная новость, если вы полетите в Австралию, будьте на чеку, там фактически все змеи ядовиты. Вот как бы еще одна неприятная такая новость. Но при всем при этом, конечно, красота и прекрасно, все кенгуру, но все надо как бы учитывать. И знаете, Бог помиловал нас, змея эта не бросалась на нас, хотя было ее гнездо, значит, и там их много этих было, змеек этих, но эта большая змея проползала мимо нас, конечно, вопил к Богу, ну, про себя такой. Значит, мой товарищ, он тоже, он по-русски плохо говорил, я по-английски еще хуже, но как бы мы так... Я понял, что дело худо. Но слава Богу, что Бог помиловал нас. И потом, после этого происшествия, на воскресном собрании, моя была последняя проповедь в Австралии, как раз в той поездке, я говорил как раз об истории медного змея, я сказал, знаете ли, я сегодня уже не осуждаю тех, кто вот там был, в пустыне, я их стал лучше понимать. Представьте, каково, особенно если эти люди уже ужалены были, а если их жены ужалены, или дети их ужалены. И вдруг пастор их, Моисей, он кричит, не смотрите на эти укусы, на эти ощущения, на ваших ужаленных жен, там, или детей, а смотрите на вот этого медного змея, переступая через все, через страхи, через все. И вот те, которые послушались пастора Моисея, они были спасены, они были исцелены. Укусы, укусы, это яд, он перестал действовать. И вот сегодня освобождение от любого религиозного культизма, освобождение от любого заблуждения для отдельного христианина, или отдельных общин, поместных церквей, или для целых конфессий, деноминаций, он очень прост. Взираем на Иисуса Христа и исцеляемся. Взираем и исцеляемся. Если грех тебя укусил, а сегодня, знаете ли, к сожалению, грех еще, если можно говорить, грешнее, сегодня, здесь просто почту в интернете проверяешь, там целый клубок змей порой бросается на тебя. На улицу вышел, в магазин зашел, отовсюду много этих змей, и они кусают, и что делать? Взираем на Христа. Тогда их укусы, они будут безопасными для тебя. Ничто не повредит тебе, взираем на Иисуса. Я однажды программу смотрел, старую еще, Калюта Коффленда и Карла Баа, и там как раз говорилось, вот о том, что в Техасе, в этом институте сотворения мира, они брали ядовитых змей и помещали их в лабораторию, в осознанной лабораторно-атмосфере допотопного мира. И представьте себе, брали гюрзу, брали кобру, других гремучезную, самых опасных змей на планете брали, и помещали, месяцами они проживали в этой атмосфере, в лаборатории, где было воссознано максимально, какой была атмосфера на Земле до всемирного потопа. И представляете себе, оказывается, агрессия у них пропадала. Яд их менялся, и через некоторые месяцы даже самые опасные змеи превращались в неопасных для человека. Делали эксперименты, оказалось, их железы выделяли такое вещество, которое было как веницелин для человека даже, оказывается. Представляете, змея была не опасна в допотопном мире. Все было другое. То же самое было с грибами ядовитыми, то же самое было с другими растениями. Они менялись. То есть Бог создал изначально все очень хорошо, на самом деле. И безопасна была наша планета. Это впоследствии через грех. Тварь ныне стенает. Они даже кусают нас и все равно стенают. Они сами не рады к тому, что кусают. Жизнь такая, знаете ли, и грех испортил все окружающее вокруг. Но есть Искупитель наш, Иисус Христос, который пролил кровь свою за всех нас. И за все творение свое. За всю нашу планету многострадальную. Слава Богу. Господа, и наше дело сегодня взирать на начальника веры, на Иисуса Христа. И в истории христианства, конечно, вот за один этот вечер очень трудно охватить двухтысячелетнюю историю нашу с вами. Слава Богу, за церковь Филадельфия 20-летний отрезок есть времени. Какие-то церкви имеют столетний отрезок, допустим, времени уже пройденный, тысячелетний. Но в целом нашей христианской церкви, в целом, церкви Иисуса Христа уже два тысячелетия без малого. Это большой очень отрезок уже. Хотя в небесном измерении это очень немногое, всего лишь два дня в небесном исчислении. Знаете ли, но для в нашем земном это огромный отрезок времени. Много поколений прошло. И слава Богу, что сегодня мы, христиане 21-го столетия, переняв эстафету веры, у многих поколений верующих, сегодня совершаем спасение. Идем до конца. Слава Богу. И это действительно слава Богу. Возлюбленные братья, в истории христианства, чем мне хотелось бы поделиться? Как приходили заблуждения? Как они появлялись? Они всегда сопутствовали, они были. Но всякое ересь, всякое заблуждение, оно произрастало. Как Иисус сказал, у Матфея записано, уже сегодня вспоминаемо было местописание 22-29. Матфея 22-29 написано следующее. Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божьей. То есть, вот из этих двух источников основных, проистекают все заблуждения, которые были, есть и возникнут в будущем. Первое. Незнание Писания, или в буквальном переводе говорится, пренебрегая Писанием. Пренебрегая Писанием. Тем более, что Садукеев, учеников Садока, было трудно упрекнуть именно в незнании Писания. Их можно было скорее упрямить именно в контексте диспута, именно в пренебрежении Писания. Так вот, и второе. Сила Бога. Даже признание буквы Писания, отсутствие личностного познания живого Бога. Из этого также возникает множество всяких недоразумений, заблуждений. Чтобы нам не заблуждаться, не заблудиться в нашем христианстве, нам нужно познавать Слово Господнее, Божье Слово. И второе. Лично Бога. Два крыла. Я это сравниваю с птицей. Два крыла. Если одно будет крыло неразвито, то птица не взлетит. И христианин, он должен на два этих крыла опираться в своем христианстве. Любой верующий. Знание Писания и познание личностного живого Бога. Слава Богу. Это через молитву, общение с Ним. Господа, в истории христианства я сейчас издаю книгу «Свобода от религиозного культивизма». Где как раз рассказываю некоторые очень важные такие примеры. И из истории христианства скажу, что заблуждения приходили в историю христианства, чаще всего в историю христианства, через антисемитизм и через цезарепопизм. В истории церкви так было, по крайней мере в 3-м столетии, 4-м столетии. Антисемитизм с этим более-менее понятно, наверное. Это нервность к евреям, отказ от корней еврейских, превозношение, как Павел пишет кремлинам, перед ветвями природными. Вот эта гордость, она, конечно же, губит христиан. Но цезарепопизм, представляете, какой цезарепопизм? Это цезарепопизм, это цезарь и папос. Это система взаимоотношения церкви и государства, когда государство управляет церковью. И церковь становится пастушным орудием в руках сильных мира сего. Цезарепопизм. Именно через это пришло очень много проблем в жизни церкви. Начиная с Константина Великого, 4-е столетие и далее, формировалась модель, неправильная модель взаимоотношения церкви и государства. Потому как модель именно христового отношения, она другая. Цезарю Цезарева, Богу Божьей. Это два разных царства. Сильные века сего очень часто готовы использовать церковь в своих интересах политических. Но церковь евангельски ориентированная на Иисуса Христа, она не вполне может быть используема. В церкви, в той древней еще церкви, в 4-м, 5-м, 6-м и дальше столетиях, политики тогдашние хотели иметь, видеть черты древних религий. Древних языческих религий. Чтобы христианство впитало в себя традиции оккультизма языческого. Традиции древних религий. И был политический заказ на смешание христианства с язычеством. К сожалению, этот заказ отрабатывался. И на протяжении некоторых столетий происходило трагическое смешание христианства с язычеством. Это было с 4-го столетия. И особенно это было активно до 9-го столетия. Ну а дальше по инерции продолжалась так называемая эпоха деформации. Но затем наступила эпоха реформации. Было время деформации церкви, наступило однажды время реформации. До того самого 1517 года, когда грянула Великая Октябрьская христианская реформация. Когда Лютер прибил 95 тезисов Великой реформации, говорим, собора. 31 октября, вот будет скоро вспоминаться это событие. В конце октября каждый раз мы вспоминаем это событие. 31 октября. И это было в 17-м году как раз. 17-й год. 500 лет. Да, будет 500 лет. И мы готовимся к этому. Мы планируем собор. Если раньше не будем проводить собор, то 6-й наш собор, уже реформаторская правоостанцерковь, будет как раз 31 октября. 1517 года. Посвятим его как раз 500-летию, со дня начала Великой реформации и поэтапного обновления всего мирового христианства. Потому что то, что тогда началось, это нельзя назвать местечковым, каким-то определенным событием, чисто германским или европейским. Нет. Это начало Великой реформации всего мирового христианства. Сегодня даже католики, вот при прежнем, по крайней мере, папе, признали именно заслуги Лютера перед церковью Христовой. Хотя в те времена проклинали, анафем предавали, а сегодня прежний папа Бенедикт снимал все анафемы, проклятия в адрес Лютера, прозвучавшие тогда, и признали заслуги Лютера перед церковью. Перед всем вселенским телом Христа. Потому что Лютер не выдумывал новое христианство. Кому-то показалось это новым христианством, но на самом деле все новое это хорошо забытое старое. И реформация это не выдумывание нового, господа, это возвращение к хорошо забытому старому, к основанию. Восстановление прежней формы, восстановление прежним Богом данного вероучения, традиции. И вот на протяжении пяти последних столетий происходит благостовеннейшая реформация. Восстановление многих учений, которые оказались, к сожалению, забыты миллионами христиан. К сожалению, время деформации, продолжавшееся многие столетия, оно действительно принесло многие проблемы в жизни церкви. До сих пор мы порой расхлёбываем кашу, заваренную тогда. Но, господа, взирая на начальника веры и совершителя веры Иисуса Христа, вникая в Слово Божье, в себя, занимаясь им постоянно, мы освобождаемся. И тело Христово освобождается от многих лжеучений. И в каждом поколении, фактически, Бог что-то открывает. Это не то, чтобы новое, это хорошо забытое старое. Многие говорят, о, это новое, это что там, это новое совершенно. Нет, это не новое. Позвольте. Кстати, даже, ну, до таких простых примеров. Некоторые православные, традиционные православные говорят мне, о, а что вы там хлопать о ладошях, это что, цирк, что ли? Говорю, господа, а что, это старое, это хорошо забытые старые. В библейские времена аплодировали, хлопали в ладоши. Хлопали, еще как хлопали. И потом, в более поздние эпохи, хлопали, конечно, даже у Иоанна Златоустова, есть одна из его бесед, называется «О рукоплескании в храме». И это конец четвертого столетия. И он говорит, Златоустый Иоанн, патриарх тогдашний Константинопольский, говорит в своей пастве в этой беседе, что, собираясь на листалищах, допустим, на соревнованиях спортивных, мы рукоплещим победителем. Собираясь где-то еще политиком рукоплещим, но собираясь быть в храме Божьем, мы рукоплещим тому, кто досудит всех рукоплесканий. Господу Богу всемогущему. Аминь. Так что по нашему, по православному, по рукоплещим. Аминь. А потом по ходу беседы говорится, что вы сейчас рукоплещите моему красноречию, но вы должны не мне, как проповеднику, а Богу рукоплескать в храме. И вот действительно и сегодня, поэтому многие говорят, это что-то новое, рукоплескание в храме, это хорошо забытое старое. И много-много всего остального, господа. И я помню, будучи вот традиционным еще православным священником, я не был реформатором изначально, я был традиционалистом, священником, обычным православным священником. Я и вуз себе не дул, и, честно говоря, я не думал о реформации какой-то вообще. Какая реформация вообще? Зачем? Для чего? Я думал, церковь уже достаточно уже, и в принципе, ну как бы, не нужно ничего менять. Как говорил один православный обновленец, еще 80 лет назад, Александр Вединский, говорил так, «Вся беда у нас в том, говорит, что большинство наших священников живет по принципу, до нас положено и лежи оно во веки веков». Но это беда, потому что на самом-то деле, мало ли, кем положено, когда положено в церковь Христа. Это не человеческая организация, где можно по-своему, все равно, авось, небось, нет. Здесь нужно строить наверняка, потому что камень краеугольный, сам Христос, и должны быть достойные строительные материалы для этого строительства. Представьте, было бы нелепостью сделать прекраснейший фундамент, как для небоскреба, допустим, как для дворца, а построить там фигман. На этом величайшем фундаменте. Было бы нелепостью, глупостью величайшей. Так вот, камень, заложенный в основании церкви, он блистательный камень, он величайший камень, драгоценный, сам Христос Иисус. И в первом постане в Коринф, в третьей главе, говорится в 11 стихе, «Ибо никто не может положить другого основания, написано, кроме положенного, которое есть Иисус Христос». Аминь. Но дальше обращаем ваше внимание, в 12 стихе, и далее говорится о строительстве, и говорится о том, что различные строительные материалы избирают христиане. Кто-то избирает дерево, кто-то сено-солома, кто-то серебро, золото, а кто-то камни драгоценные. Блаженно те, что избирают драгоценные камни. То есть, вникают в Слово Божье и в своей жизни практикуют его, изучают и притворяют в жизнь. Слово становится плотью. Живут по этому слову. То есть, получается, что не просто какая-то религиозная демагогия, а практика, а практическая христианская жизнь. И когда человек в своем христианстве избирает Христа, да, это блаженно, это достойно, но дальше его жизнь какая? Если подулом автомат он кается, допустим, принимает Христа, и его убивают уже, или как разбольник на кресте, допустим, умирает, ему Библия дальше и не нужна. Ему нужна одна истина, принять Христа и идти в вечность. Но если он после покаяния еще живет, ему нужно дальше Слово Божье. Обязательно. Чтобы правильный выбран устроительный материал для своего христианства. Иначе будет как, вот было в Царской России, как звали этих солдат из села? Сено-солома. Они не знали лево-право, им на одну ногу привешивали сено, в другой солома, и офицер командовал, сено-солома, сено-солома. Вот их и звали, так вот, разнили неграмотных солдат от Царской России из села. Селян говорили, а, это сено-солома пошла, пехота. И вот, господа, наше христианство не должно быть сено-соломой. Потому что это будет все испытано написано. И огонь испытает дело каждого, как оно есть. У кого дело сгорит, потерпит урон. Впрочем, спасется, но так как бы из огня. Я не хочу из огня. Я хочу, как написано дальше, у кого дело устоит, тот получит награду. И эта награда не для того, чтобы козырять потом, да, погонами хвастаться. Нет, для того, чтобы потом это все Богу отдать. И сказать, Господь, ты прославься в этом всем. Слава Иисусу Христу. Господа, братья и сестры, пусть Бог в нашем христианстве, в христианстве каждого из нас, Он действительно поможет нам избирать правильный строительный материал. В нашем каждодневном таком христианском труде. В наших взаимоотношениях с нашими женами, детьми, на рабочих местах, в церквях, где бы мы ни были бы. И тогда наше христианство будет действительно, оно из драгоценных камней состоять. И тогда уже не страшны испытания нам. Аминь. Да, господа. И из истории христианства, какие главные проблемы пришли в жизнь церкви, в жизнь тела Христова, в той древней эпохе, с 4-го начиная столетия. Во-первых, самое основное, наверное, самое главное, что Христос, Он затерялся. Христос стал в стороне. Он был не первым лицом уже, к сожалению. Первых 300 лет, когда наши братьев с вами и сестер старших бросали, порой потехи ради, на аренах колизеев, на съедение зверям, распинали, сжигали. В те времена христиане молились только лишь Господу. Никому в голову не приходило, допустим, молиться, ну, матери Иисуса Христа, допустим, другим умершим святым или ангелам. То есть, знали одно, что один посредник, Иисус Христос, кстати, некоторые священники традиционные, говорили мне и говорят, о, ты общался с протестантами и сам стал протестантом, какой ты православный, ты протестант тоже, я говорю. Хорошо, но позвольте, разве это Людер дописал в Библии? Разве это Кальмин дописал? Или кто-то еще? Нет, это было изначально нашим, это общехристианским является. Некоторые священники даже находят до того, в личных беседах, в приватных, что говорят, ну, это Павел написал. Говорю, хорошо, если вам Павел не указ, а сам Иисус Христос указ, написано у Иоанна 14,6. Я есть путь, истина и жизнь. И дальше подчеркивается, никто не приходит к Отцу, только лишь через меня. И он не сказал, это для господ протестантов, а для всех остальных, против православных, католиков, также через мою маму, там, дай Бог ей здоровья, значит, через моих друзей апостолов, через ангелов и кого-то еще. Нет, он сказал, только я, только Иисус Христос, никто другой. И поэтому, когда я говорю православным многим священникам, моим коллегам, говорю, что нам нужно научиться только лишь к Богу взывать, только лишь во имя Иисуса молиться, как же так, а как же Богородицы, как же святые, говорю, это все пришло извне, и оно должно вовне и уйти. Это не христианство, это не плантанты дьявольские, это то, что было принесено к нам, но оно не наше, оно не наше. Спустя даже многие столетия, оно не прижилось в тело Христа. Никогда, наоборот, спустя эти столетия, сегодня тело Иисуса, как никогда раньше, отторгает эти плантанты. Отторгает, не принимает, болезненно реагирует на это. Потому что любой маломальский, грамотный человек, даже впервые открыт Библию, почитав ее, ужаснется тому, что, оказывается, действительно, истина, она в Иисусе Христе. Оказывается, христианство, оно другое, не которое я представлял себе раньше, христианство. И слава Богу, что ужаснется, потому что истина делает нас свободными. Пусть это порой больно, пусть это порой неприятно, как было в моей жизни в 96-м году. Мне было больно очень признавать это все. Перед самим собой, во-первых, пред Богом, пред моей женой, пред моей паствой. Мне было очень больно это признавать. А признание было такое, что я осознал тогда, в 96-м, читая Слово Божье, что, оказывается, вернувшись к Библии, элементарно, просто, вернувшись к Библии, начал читать Библию, изучать ее. И к чему я пришел? К пониманию. Что, оказывается, во многих вещах, в которых я думал, что я служил Богу, я служил дьяволу. И не понимал этого совершенно. Истина сделала свободным. И настолько это было сильно тогда, в 96-м году. Вообще, мое служение началось еще в 88-м. В начале 88-го года я оставил свою мастерскую. Я художник по своей специальности, доцерковной моей специальности, художник-оформитель. И работал в мастерской, заканчивал училище Орловское художественное. И я себя видел художником только. Хотя в храм ходил и помогал священникам, даже не одному священнику. Но один из этих священников, он был пожилым человеком совсем, и его дети уже были все священниками также, кроме последнего еще. И он предложил мне работать у них в храме, служить в храме. Я помогал ему, читал иногда на киросе. Ну, это как бы как группа проставления. Ну, там были одни бабушки, и как бы нужна была помощь постоянная. И я как бы, значит, по благоставлению батюшки заходил и тоже читал иногда кое-что. И ему это очень нравилось. И он довелил мне руководить хором. И в этом храме я начал свое служение в начале 88-го года. В 91-м году я сам стал священником, уже в Рязани это было. Как чтец я поработал в Орловской области и в Московской области. А уже священником послужил именно в Рязанской области и немного в Брянской области. То есть это все центральная европейская Россия. С 88-го по 96-й год мой трудовой стаж в Русской православной церкви Московской полиархаты. И в 96-м году мне, как молодому священнику, пришлось пережить стресс. Слово Божье, оно вернулось в мою жизнь. И знаете, через кого? Через одного протестанта одного. Правда, я до сих пор с ним еще к лицу не увиделся еще до сих пор. И он даже не подозревает, наверное, в моем существовании. Но я его очень люблю. Это уже пожилой очень человек. Его зовут Эрла. Эрла Штеген. В Южной Африке на Квасе за банду. Он уже пожилой человек, он не летает никуда уже. Его брат еще летает более-менее, но он сам уже не летает давно. Но я очень люблю этого брата. Я даже говорил братьям некоторым, что если на небеса придут, то с кем мне хотелось бы после, ну, конечно, Господа и апостолов, познакомиться и руку пожать лично. Это, говорю, вот Эрла Штеген. Потому что его книги, он протестант. Немец в Южной Африке, казалось бы, значит, он не православный. Но его книги, очень сильно его пробовать и повлияли на меня тогда. Вторая книга, его трилогии. Есть его три книги. Людмила Плетт написала. Время начаться у нас дома Божьего. Вторая книга, его трилогии. Она попала мне в руки тогда. Через одного брата. Но я не считал его братом, конечно, в то время. Я думал, тамбовский волк ему товарищ. Какой он брат мне? Значит, это был Пейсятник Гриша Тимных, Григорий Тимных, дьякон Пейсятнической церкви. Вот. Он сейчас пресс-питер в городе Сураже. Я очень люблю этого брата. Очень люблю этого жопа. Вот. И он такой очень смиренный и кроткий брат такой. И, знаете ли, и он дал мне прочитать эту книгу Эрна Штегена проповеди. Я ему дал, вначале была моя инициатива. Я ему дал книгу православную одну прочитать. Чтобы он вышел как бы из Пейсятничества, из Ереси, думаю. Чтобы он стал православным. Ума, разума набрался. Я ему дал книжечку, ну, книгу даже толстую такую. «Земная жизнь присутствует Богородице». Он, значит, взял такой счастливый, довольный, значит, как бы и говорит мне, «Батюшка, я вашу почитаю, а вы мою почитайте». И из своих сектанских штанин достает мне свою книгу. Я там даже запечататься не успел. Взял, значит, вот эта книга, знаете ли, я не собирался ее читать. Но так получилось, что уже время пришло, ну, неделя прошла уже фактически. Мне надо отдавать ее скоро. А я так и не загадывал в нее даже. И вот как-то думаю, надо хотя бы на досуге, хотя бы пару страниц прочитать. Вдруг он спросит краткое содержание. Я же даже не знаю, о чем там. Вот. И, знаете ли, я с таким предубеждением большим. Ну, думаю, чему меня протестант там может научить. Ну, яйца курицу не учат. Там безгода у недели, значит, там, о чем он может говорить мне православного. Ну, как бы смешно даже. Ну, ладно. Ну, ладно, думаю. Тем более, по секретам видения у меня было отлично всегда. Думаю, ну, ничего страшного. Я, значит, открываю страницу первую. И самое интересное, братья, сестры, буквально с первой же страницы я читаю то, о чем думал, о чем размышлял, о чем мы только с женой могли поговорить на кухне. О церкви. Там такие вещи были. Мне не с кем было поделиться. А вдруг в протестанте, в Южной Африке, нашел собеседника, друга, единомышленника. Представляете? Я стал читать увлеченно. А что еще помогло? У Эрла, у него, ну, Людмила Плата молодец, очень сильно поработала. У нее все тексты Библии были выделены. И они были заглавием. Это так меня резонул. Думаю, вот оно. Вот она истина-то. Это я все. И, одним словом, я прочитал «Надум дыхание» эту книгу. Я только иногда останавливался, потому что просто начинал плакать, грыдать. И это были слезы очищения. Знаете, я просил прощения, конечно, у Бога. За то, что там говорил неправильные вещи. И когда дочитал книгу эту, я дал своей жене ее почитать. Она тоже почитала, тоже налевелась. Бог, я проснулся тоже очень сильно через эту книгу. И знаете, первое, что после этой книги я сделал, я стал искать свою Библию. Не ту на церковном славянском, не Новый Завет на славянском. Нет. На русском простом языке ту Библию, которую я когда-то читал, с упоением, когда-то, в начале моего христианства. И я искал, я перелил все книги. Полудня искал. Нашел таки свою Библию. Нашел свою Библию. Я был в тот день один дома. И открываю Библию, смотрю в нее. И от волнения не могу ничего увидеть даже в этой книге. И знаете ли, настолько был такой стресс, такой хороший был. И волнуюсь, и слышу тихий голос. Я не сумасшедший. Я не слышу голоса. Знаете ли, как говорил один раввин. Ну, он еще традиционно, он еще не покаялся, еще не принял пока Иешуа, как Машеха. Но, надеюсь, он скоро покается. Но он говорил как-то, что когда человек говорит Всевышнему, это молитва. А когда Всевышний говорит к человеку, это шизофрения. Я не согласен. Потому что тогда в таком случае вся Римля полна шизофреников. Включая Моисея, который слышал таки Бога. И я считаю, что мы должны слышать Бога. Но, знаете ли, что? В тот день я услышал тихий-тихий голос. Это было тихо, как будто моя мысль. Но это не моя мысль. Я же не враг общаться сам с собой. Знаете ли, а этот голос сказал такие слова. Сережа. Мне так было приятно. Ни отец Сергий, ни ваше преподобие. Позвольте обратиться. Сережа. Именно вот за что купил, за то продал. Сережа. Мне так приятно было. Я смотрю, и дальше тихий голос говорил. Посмотри. А я смотрю и не могу ничего прочесть даже. Ни строчки. Так волнуюсь прям. И знаете ли, этот тихий голос. Вот пауза маленькая была. И опять он продолжал. Почему тебе было все хуже и хуже? Ты старался больше и больше, а было все хуже и хуже. Я не мог ничего сказать. Потому что это было правда на самом деле. Вот как, знаете ли, четко. И опять пауза. Опять ничего не слышу. И опять вот тихий голос продолжает. Потому что слово мое, оно ушло из твоей жизни. И все. Вот как оно пришло? Откуда пришло? Куда ушло? Кто знает. И знаете ли, но самое важное, когда это все прекратилось, интуитивно осознал я, как вы сегодня в молитве сказали, что вот я тоже, Бог ждет, что же мы порой сделаем или скажем, да? И вот я осознал то, что Бог, Он сейчас ждет, что же я скажу. И вот я, конечно, попросил прощения. Первое, что не по молитвеннику, не как-то еще по записанному. Просто своими словами попросил прощения у Бога. За то, что слово Его, оно действительно ушло из моей жизни. Если бы мне это сказал кто-то из вас, я бы не поверил этому. Потому что я каждому читал что-то из Слова Божьего, казалось бы, значит, и на служениях там, там, во время Овна из Иисуса Иерусалима и прочее, значит, я читал это все, но это было как сгущая вода. Это не было то, чтобы я изучал бы, в чем пребывал бы, о чем размышлял бы. Это не было то, что Рэмой можно назвать, откровением. И я попросил прощения. Я сказал такие слова, которые, я считаю, очень сильно повлияли на мое христианство последующее. Я сказал, что для меня безопаснее доверять твоему слову. Я попросил ко мне, чтобы Богу прощения, сказал, что больше такое не повторится. И я пообещал ему, что я буду читать слово и буду постоянно это делать. И стараюсь исполнять это обещание все эти годы. И знаете, и не только ради того, чтобы себя спасти, а чтобы и те, кто слушает меня, чтобы они тоже были спасены. И я, мне очень до сих пор неприятно, хотя годы прошли уже определенные, Но до сих пор неприятно, что какое-то время моей жизни я такую религиозную лапшу на уши вешал населением, что до сих пор стыдно. Я такие вещи печатал, публиковался. Я был активным батюшкой таким, молодым, традиционным, но много публиковался. Издавал, даже был редактором газеты церковных. И выступал. Но в том, что я говорил, я до сих пор каюсь. До сих пор каюсь. Прошу Бога прощения. И прошу о том, чтобы я стараюсь не забывать об очищении прежних грехов своих. И стараюсь сегодня проповедовать истину, говорить, что ни в коем другом нет спасения. Братья, сестры. Я многим правосстанам. Когда впервые в Украину, уже в Киев вернее, попал в Киев. То одно из первых мест, где я побывал в Киеве, это Владимирский собор. Я его еще знаю из альбомов по истории искусства. Я хотел Васильцова посмотреть его росписи, какие там есть. И зашел в собор, ну я прясывал, как есть. И знаете ли, подошли ко мне женщины. Одна из них сказала, ну откуда вы, что? Я говорю, так, а так вот из России приехала. О, надо же, вот придите. Вот у нас там есть мощи такие-то, рука такой-то святой там, что-то еще там, такого-то святого. Как раз вот как бы, там закрыто, но Вас специально проведу. Я говорю, нет, спасибо. Она как бы анализ прислала, сама. Знаете ли, я. И я объяснил это женщине, ну как бы там акустика хорошая, и как бы я так, может быть громковато, но как бы я расчувствовался. Знаете ли, я объяснил это женщине, другим женщинам, собравшимся там. Ну они и не монашки, как а-ля монашки, в черном таком. Я объяснил им, что, женщина, знаете, я вообще не молюсь, мощей я не почитаю. Я не целую мощь. Если бы раньше мне предложили, я с приведительным удовольствием все. Справился бы с своей религиозной нуждой. Но сейчас, говорю, я этим не занимаюсь. Я, говорю, другой ориентации духовной, говорю. Я теперь к Богу молюсь. Ну я так попроще объяснял им, как мог объяснял попроще. На пальцах все объяснял. И я еще сказал им, женщина, знаете, говорю, даже, говорю, сестры, говорю, даже я не молюсь никому из святых. Вот раньше молился, сейчас только лишь к Богу молюсь. Вот один Иисус Христос, Ходатый. Я стал объяснять это. Потом уже задним числом, думаю, слава Богу, что в тот час не было никого из батюшек там. А то, думаю, была бы как-нибудь икона черепная травма. Или к одинам узговать. Там бывают тоже такие, знаете ли, реакционеры. Но с теми женщинами получился очень интересный разговор. Одна из них такая, самая большая такая, ее все слушались. Она вдруг сказала мне, батюшка, у вас слишком упрощенная вера. Я это запомнил на всю жизнь. Упрощенная вера. Думаю, вот это да. Ну мы расстались так по-доброму, надо как-то по-хорошему. Я как бы ушел, а потом размышлял над словами этой женщины. А потом подумал, думаю, стоп, а что бы эта женщина сказала бы, допустим, о словах Иисуса Христа? Если бы она была бы там, допустим, вот где звучала Нагорная проповедь. Неужели она перебила бы Иисуса и сказала бы, Иисус, у тебя слишком упрощенная вера. Или, допустим, читая апостола Павла, допустим, если она была бы там в собрании, и слышала бы вот в оригинале первое письмо прям со слов Павла записанное, она сказала бы, нет, у Павла слишком упрощенная вера. Мы пойдем другим путем, товарищи. Вот так и получилось. И пошли, и наломали много дров. Но наше дело, оно действительно идти за Христом. Не сворачивая ни вправо, ни влево. И самая первая ересь, которая поразила тогда христианство в древности, это многобожие. Та раковая опухоль, метастазы которой распространились по всему тену Христа. Так или иначе. Но на протяжении последних пяти столетий происходит постепенное освобождение от этого зла. И, кстати, протестанты первые, лютер, кальвин, свингли, анабаптисты, споря между собой о многих второстепенных, третистепенных вопросах, в этом были солидарны. Они отказались от молитв, кому бы то ни было помимо Господа. Когда христианин, помимо единого и неповторимого посредника Иисуса Христа, молится кому-то еще и просит о помощи, как бы, он тем самым совершает грех, имя которому просто многобожие. Это грех. Первое, что Бог сказал в 20 главе книги Исход, первая заповедь. Я, Господь, Бог твой, который выбил тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у тебя других богов предлецом Аим. Аминь. Израиль на своем хребте выстрадал всю эту, знаете, заповедь. И все мнимые прелести многобожие испытал. Разрушение в том числе даже первого храма было связано как раз с грехом непослушания, и это заповеди в том числе. Друзья мои, вторая заповедь говорит нам об идолопоклонстве, и это тоже мы умудрились нарушить. В общем-то, все заповеди понарушали. Но сегодня пришло время восстановления. Аминь. Восстановление время. Было время деформации, теперь время реформации. Восстановление изначально данного Богом самим. Слава Иисусу Христу. Слава Иисусу Христу. Коротко, маленькая историческая справочка. Когда это зло стало проникать в тело Христа? Первые исторические данные говорят нам о конце 4-го столетия. То есть, в конце 4-го столетия, впервые в христианстве появились такие учителя из Африки. Это были с юго-восточной, получается, Африки. Которые стали говорить, что вот, ну, посредник Иисуса Христоса, это хорошо. Но, есть еще и другие посредники. Они ссылались на видение ангелов, на том, что ангелы им открывали, на также спиритический опыт откровения. Но, друзья мои, в слове говорится, даже если бы ангел иное откровение принес, анафема. У этого ангела автоматически проблема с Богом. Автоматически. И тем более у тех, кто слушает его. Даже если ангел, охотно, придет сегодня в собрание наше и будет говорить какую-то другую благовестие. Мы скажем, ангел, присыл вожжение к тебе. Нет. Написано. А у тебя большие проблемы, ангел. Потому что написано, анафема. Отлучение моментальное. И иногда Бог испытывает народ свой. И Израиль был тоже много раз испытан. Но знаете ли, что помогало Израилю каждый раз вставать? Возвращаться к Отцу. Слово Божье. Слово Господне. Истина. Помогало Израилю вставать из заблуждений и возвращаться в дом Отца. Слава Иисусу. И это помогает сегодня и нам, христианам, вставать и вернуться, возвращаться в дом Отца. Так вот. Первые вот эти вот учителя, которые из Африки пребывали на восток. Времени немного, поэтому я коротко напомню некоторые эпизоды. Епифаний Кипрский. Запомните это имя. Оно пригодится вам. Епифаний Кипрский, он официально святой в католической православной церкви. Очень почитаемый такой муж Божий. При жизни его на самом деле тоже очень сильно уважали. И человек был на самом деле как бы лидером или одним из лидеров христианства того периода времени. Он не виноват, что ему сегодня молятся многие христиане, обманутые многовековой, религиозно-нужной пропагандой. Сам Епифаний молился только лишь к Богу. И он только так и мучил народ молиться. Это впоследствии из его имени сделали вот такое просто-напросто, к сожалению, идолопогонство. Так вот, и на Кипре, где он был архиепископом, появились африканцы, которые стали говорить, что им откровение о том, что нужно молиться еще и матери Иисуса Христа, и также и другим умершим святым, апостолам в частности. Епифаний ответил очень четко этим гостям. Итак, цитата звучит таким образом в переводах. Она приводится у постного профессора, у других историков, православных и католических. Он говорил так в ответ этим людям. Ее, Марию, то бишь, да, Матерь Иисуса, должно уважать, но никто не должен молиться ей. Значит, некоторые переводы надо почитать. Нет, именно там буквально перевод уважать. Но надо с ним почитать. Но дальше, дальнейшая фраза говорится следующая. Но никто не должен молиться ей. Сегодня самому Епифанию молятся. Его иконы в храмах, его амулетики, медальоны, носят многих православных христианин, отпор через глаза. Если сегодня воскресить нашего брата, дать ему возможность это все посмотреть, думаю, он рвал бы на себя одежду, говорю, братья, что вы делаете? Я сам молился только лишь к Богу и к этому призывал людей. Он был категорически против молиться к Богородице и другим умершим святым, тем более к нему самому. Он тоже человек. И мне так и хочется людям сказать, которые на колени стоят перед иконами и молятся этим святым, говорю, встаньте, они тоже люди. Но есть Бог Святой, Который есть Спаситель наш. Друзья мои, и, к сожалению, на Ефесском соборе 431 год трагедия страшно произошла. Было принято решение о том, что можно молиться не только к Господу, но также и к Богородице и другим умершим святым. Это не вся правда, конечно, потому что на самом деле в Ефесе летом 431 года было два собора, по сути. Два разных собора. Африканцы провели самостоятельный собор, значит, и антиохийцы, и все остальные собрали альтернативный собор. 22 июня и 26 июня. В разных листах Ефеса заседали и приняли два диаметрально разных противоположных решения. Антиохийцы заявили во главе с патриархом Иоанном Антиохийским, заявили, что не надо менять христианскую веру, как вы приняли ее от Христа и апостолов, до нынешнего дня она сохранилась, и мы обязаны ее передать дальше своим детям-потомкам. Но, к сожалению, Африканский собор 22 июня провозносил новую доктрину, по сути, которая не знала христианство до того. И вот, к сожалению, политики вмешали здесь, ну, был такой преступный сговор у Феодосия II и других придворных важных лиц, и решение собора 22 июня в жизнь воплотили. По сути, фактически все участники собора 26 июня были репрессированы, включая самого патриарха Иоанна Антиохийского. На листа этих репрессированных епископов-священников поставили, как правило, африканцев, которые были чаще всего даже неграмотны, и выходцы из спиритического гностицизма, которые принесли множество разных пагубных ересей, отвлекаясь от искупившего их Господа. Вы, наверное, уже устали, наверное, я немного... Нет? Материал очень важный, конечно, я готов послушать вам отдельно еще с семинаром тоже. Я с удовольствием служу в разных церквях, и служа в разных церквях и школах библейских, я каждый раз говорю, «Не спешите судить, а спешите молиться». Дело в том, что сегодня, да, много христиан находятся в этих заблуждениях, но, поверьте, вот я был среди таковых, был таким христианином, но, знаете, я понимал, что я служу Богу, и многие из моих коллег, они убеждены, что служат Богу. Не зная его, будучи нерожденными свыше, не понимая этого, потому что ни в одной семинарии, фактически, до сегодняшнего дня, ничего не говорится о рождении свыше, о спасении, как спастись. И поэтому даже священники уже с опытом, многолетним опытом служения, плавают в этих вопросах. И на вопрос прихожанина, допустим, или же просто захожанина, прохожанина, «Батюшка, как спастись? В чем путь спасения?» Чаще всего мои коллеги плавают, говорят, ну, ходи в храм Божий, значит, праздники не работай, значит, там, ну, как бы, делай добрые дела, значит, посты соблюдаю, значит, там, что-то еще. Много рекомендаций дадут. Молись, да, молись, ну, хоть обмолись. А кому же? Если, да, если нет Иисуса Христа, как Спасителя, как Господа, все напрасно. Незаконно подвязающийся, не увенчается. Это, и вообще, господа, я помню такой пример. Хотя в 96-м я лишь впервые вот с таким живым протестантом я пообщался. Но до этого разговора с Григорием у меня таки был опыт общения. Я знал одну женщину, бабушку уже, по-можности, пожилую женщину, которая работала в храме, где я тоже служил. И я уже был священником, это было как раз в 91-м году, когда был Пуч, как раз, да, и в Рязани меня руку полагали. И я приехал в Москву, в Московскую область, Солошногорск, в этом храме Никольском. Как раз там был отец Ант Паташинский, у которого я как раз тоже служил. И мне вдруг говорят, а вы знали такую-то бабушку? Говорят, а что, ну, как бы, наверное, уже приставилась, наверное, подумал, наверное, уже старенькая бабушка. Нет, хуже, все, кто пошла, каким-то баптистом там связалась, какими-то сектантами, да вы что, я бы в жизни не подумал никогда. Потому что эта бабушка, она была, ну, как бы, ну, душой этого храма. Ну, сказать так, что в году, если день-два она прогуляла, это уже событие, она каждый день была в храме. Последних 60, может быть, даже больше лет своей жизни она была отдельно и ношно в храме фактически. Она замуж не выходила, она так и осталась в девках, значит, и вот, как бы, и она вот послужила в храме всю жизнь. И про кого, про кого, про нее они в жизни подумали, потому что она пойдет в секту. И знаете ли, я расстроился, конечно, но по-другому вдруг это просто зные языки, как бы, и на автостанции Солнечногорской, подсолнечной станции, значит, ждал автобуса на Москву, на Зеленоград. Значит, стою, жду, и вижу, это бабушка идет, Боже, это мальчик, с Библии в руках. Моя золотая. Ой, у меня аж екнуло. Моя золотая. Наши люди с Библиями не ходят. Думаю, точно. Абсолютно. Думаю, все-таки это были не злые языки, значит, правду говорили люди, а. А я расстроился, вообще, да, дополнительно. Вот, она подошла ко мне, бабушка такая, вообще такая, ну, скажу, вообще удивительная женщина, конечно, была. Вот, значит, и меня сразу узнало, все, значит, там, такая радостная, а я, видимо, такой, как леди на буржуазии на нее. Знаете. И, представьте, значит, мы поговорили, и она мне сказала примерно так, что, батюшка, не спешите судить меня, вот. Она как-то так сказала, интересно. Не помню всех слов, к сожалению, как я сказала, но очень как-то красиво как-то у нее получилось. Она сказала примерно так, что я вот знала десятки разных священников, там, кормила епископов, даже митрополиты кормила некоторое время. Она, ну, прислужила в храме, пела, читала, когда по молодости, потом по старости, уже только свечки ставила, там, протирала, и служила, как могла, священнослужителям. И обсировала, и кормила, и все. И она сказала, я знала десятки священнослужителей, священников. И почему никто из них мне, вот, больше, чем 60 лет я там послушала в храме, не сказал, кто такой Иисус Христос, и что Он для меня сделал. Что не просто Его распяли злые евреи, а Он на зло им взял и воскрес. А что Он умер за меня. И она даже сказала такие слова, может, мне так показалось, но как-то запомнилась таким образом, что пусть даже они, может быть, где-то и сектанты, эти люди, с кем я вот связалась, но они мне пока не рассказали. На старости лет я узнала в своей жизни, что, оказывается, Иисус Христос за меня умер, пролил свою кровь за меня. Она это все рассказала. Ну, было бы видно, что она пережила это все в своей жизни так вот. И, с одной стороны, я был как бы и рад за нее, как бы она, ну, верующая такая, очень такая, знаете, такая кроткая женщина. А, с другой стороны, я был весь в осуждениях, потому что я осуждал ее, ну, надо же, угораздил ее все, кто уйти какой-то, значит, там. Прошли годы, я понял эту женщину. Я осознал, что действительно, грех, самый страшный грех, который мы, священники, можем сделать, это не рассказать людям об Иисусе Христе. Самый страшный грех, который мы можем сделать. И долгие годы, ну, некоторые годы моей жизни, будучи традиционным священником, я крестил владельцев, отпевал покойников, венчал пары, значит, ну, совершал требы, литургию. Мне очень нравилось литургическое вот это служение. Ну, как говорил Николай Васильевич Гоголь, что это превратилось в хорошо отрепетированное театральное действие. И так оно и произошло. Это было театром. Да, я в этот театр вкладывал свою душу, но все равно, если Иисус не в центре наших, даже самых красивых литургий, грош цена всей этой красоте, яйца выеденного не стоит. Вся эта литургика и время храмового благочестия, я это осознал через Писание, оно закончилось 2000 лет назад, когда завеса в храме разорвалась. И когда, сказал Бог, Господь, совершилось, когда это произошло, закончилось время храмового благочестия, которое так мне нравилось. Сегодня, ну, как мне нравится храм, да, мне нравится литургия, но не так, как Господь мой. Не так, как истинное благочестие, не так, как Евангелие Христа. Потому что это самая суть, самое главное. Остальное все второстепенное, третье степенное. Господа, и еще кое-что расскажу. Начиная с того самого злополучного 431 года, Эфесского собора, на котором, по сути, многобожие было провозглашено, лихая медаль начала. А Богородица и вот этих вот первых апостолов, это было лишь начало. Буквально через 20 лет, уже в 451 году, в Халкидоне, уже шла речь о сотнях посредникам к Богу. Сегодня есть уж такие брошюрки популярные, которые называются «Какому святому в какой нужде молиться?» Позорище! Позорище! Неужели сегодня нам, спустя два тысячелетия, нужно ломать голову над вопросом, к какому святому молиться в какой нужде? Это не православие, это кривославие, пустославие. Но не настоящее христианство вообще, поверьте. Потому что настоящее христианство – лишь один ответ – Иисус Христос. И ни в коем другом нет спасения. И это не просто протестантизм или какой-то еще изм. Нет, это христианство. Это для всех нас. За всех нас Иисус умер. И Он один воскрес для нашего оправдания. Аминь. Господа, и вот на днях будет праздник Покрова. Праздник Покрова. Когда-то, как и тысячи моих коллег, обманутых многовековой религиозной пропагандой, я называл это праздником Покрова Божьей Матери. Я переживал что-то. Конечно, я обращался к Марии очень часто. В моей молитвенной жизни, я не говорю даже за церковную молитвенную жизнь. Она, конечно, очень такая пестрая была. Но в моей личной, индивидуальной молитвенной жизни Мария занимала центральное место. Примерно треть всех молитв моих в течение дня – это было обращение к ней. Акафисты каждодневные, или канон с акафистом, или отдельный канон, но было все в честь Марии. И это было то, чем я жил. И я обращался к разным святым. Иисусу Христу отводилась в моей молитвенной жизни очень скромная роль. Очень скромная. Более чем, как я сейчас понимаю. Раньше это не понимал. В упор этого не замечал. Не видел. Не ощущал. Только лишь в 96-м, когда Библия вернулась в мою жизнь, шаг за шагом, постепенно Иисус снова занимал центральное все большее место в моей жизни. Как шелуха, все отшалушилось. Оставалось ядро истина Иисуса Христоса. За несколько месяцев всего лишь чтения Слова Божьего, размышления над Ним, я пришел к такому пониманию, что я не могу больше молиться кому-то еще. Зачем? Отец уже знает, о чем я буду молиться. Он отдал своего сына за меня. Иисус Христос мой Спаситель. Все. Мне не нужно вам одно вопросом, какому сыну помолиться в какой нужде. Я знаю, много нужно. Но есть один ответ. Это Иисус Христос. И тогда мое христианство, оно, знаете, стало простым, как, с одной стороны, но с другой стороны, оно стало понятно мне. Мое христианство стало понятно. Да, господа. Ну, еще вопрос такой. По поводу идолопоклонства. Это очень тоже щепетильный вопрос. Очень сложный. Идолопоклонства бывают разных видов. Есть открытая, есть скрытая форма болезни этой. Открытые формы болезни, они явные, к сожалению, в православной церкви. Это икона почитания, почитание крестов, мощей. Это открытая форма идолопоклонства. Ничем не завуалированные формы идолопоклонства. И они на поверхности. Но есть скрытые формы идолопоклонства. Написано «любостяжание». Любостяжатель есть идолопоклонник в глазах Бога. Любостяжание – это славянское слово, означающее именно любовь, жажда на жизнь. То есть, любостяжатель – это человек, который из всего пытается извлечь материальную выгоду. Вот такой человек в глазах Бога есть идолопоклонник, идолослужитель. Такой человек, он может быть в любой конфессии. И он такой христианин, он может гнушаться иглами, с одной стороны, но с другой стороны святотатствовать. И он говорит, вот, я встречал таких протестантов очень много, к сожалению, в моем христианстве. Они говорят, ой, эти православные, ой, эти католики, они там иконы целуют, мощи целуют. Но смотрят друг на друга жадным взглядом капитализма и как бы обмани ближнего своего, пока ближнего не подписал тебя. Значит, и все это, знаете ли, зловещий фон, к сожалению, современного христианства. И дай Боже нам избежать этих скрытых ловушек врага, скрытых ловушек. И еще, господа, в Верховом Завете говорится, что идолопоклонство, идолослужение, это есть непослушание Слову Божьему. Непослушание Слову Божьему, Божьей воли в глазах Его есть то же самое, что и поклонение идолам и стуканам. Будем внимательны, друзья мои, будем предельно внимательны, чтобы не попасться в заблуждения такие. И поэтому давайте будем молиться друг за друга, молиться, я прошу ваших молитв на этой конференции, прошу ваших молитв о реформации православной церкви. Мы нуждаемся в этих молитвах, мы нуждаемся в молитвах друг за друга, мы молимся за все конфессии христианские, потому что всем нужно спасение нам. И только лишь, ни в ком другом нет спасения, только лишь Иисус Христос, наш Спаситель. И идолопоклонство, оно имеет свою историю, и не буду на этом как бы сейчас останавливаться подробно, но скажу, что эта история, она такая бесславная, к сожалению. И вот на праздник покрова тоже снова, многие люди будут иконой Богородицы целовать, и я тоже целовал, и гимны ей пел. Но однажды стихи такие родились, я не стихотворец, но иногда в молитвах так вот стихами получается выражать свое сердце. Дышу тобой, живу тобой, Господь, Ты мой покров живой, стал Ты моей новой судьбой, дышу тобой, живу тобой. Отец Небесный, Твой святой покров, да будет каждый день над всеми нами. Ты дал свободу нам от вражеских оков, греха мы больше не являемся рабами. К Тебе я устремляю ныне взор, в Тебе всегда я нахожу успокоение. Ты снял с меня вину, позор, и Духу моему ты дал прозрение. Святой и праведный, бесчисленных миров Господь, единый Царь над всей Вселенной, в Твоих руках мой Дух, душа и плоть. Спаситель, Ты венец мой вожделенный. Под сенью крыл Твоих спокойно я живу, как пташка малая в Тебе я безопасен. В объятиях Твоей божественной любви тону, как наш союз любви прекрасен. И вот такое стихотворение. Праздник Божьего покрова станет брать и отмечать, покровить или иного, кроме Бога, не сыскать. Он один ведь лишь нас знает, как ложимся и встаем, своим духом утешает, когда вдруг мы устаем. Всемогущ наш Бог небесный, Он из праха создал нас, любящий Отец чудесный, благодатью нас спас. Никакой святой на свете нас от смерти не спасет. Обратитесь, Божьи дети, к пастылю, что всех пасет. Матерь Господа Иисуса не защитница Тебе. Нет на свете слаще вкуса, чем спасение в Господе. Бог покров сопростирает лишь на тех, кто в мире свят, отступников карает, грешных годов уж ад. Обратись, душа родная, в дом Отца скорее вернись. Бог готов грехи прощая, отворить дорогу ввысь. Праздник Божьего покрова станем брать, отмечать. Покровителей иного, кроме Бога, лучше Бога не сыскать. Аминь. Слава Иисусу Христу. И возлюбленные братья и сестры, прошу ваших молитв. Как я говорил уже о реформации церкви. Много есть чем поделиться еще. Даст Бог, послужу еще в вашей церкви семинаром по истории христианства, чтобы вы могли поработать с мастер-классом, со слайд-шоу, чтобы мы могли поработать и чтобы мы могли научиться. Благовестовать людям оккультно-религиозно обремененным. Людям, которые, знаете ли, ведь люди, входя в храм, в традиционную православную, например, в храм или в костел. Да, что они хотят? Они хотят Бога. Они ищут Бога. Надо просто подсказать, показать, указать на Иисуса Христа, скорректировать путь, поточнее все рассказать. И ведь изначально люди-то идут к Богу. Даже если храм называется в честь нам Богородицы, в честь святого какого-то, все равно ищут Бога люди. Сами даже не понимая порой, но они ищут Бога. И если мы покажем им на Бога, Господь благословит нас. Бог благословит этих людей и спасет. И пусть Господь, Он, как вот в той песне, мы ее пели одно время на Кузской, есть старая еврейская песня, переделанная, там слова такие есть. В сердце только ты один живешь, мой родной и самый драгоценный. Знаю, скоро ты за мной придешь, придешь, Господин и Царь на всей вселенной. Господин и Царь на всей вселенной. В сердце только ты один живешь, мой родной и самый драгоценный. Знаю, скоро ты за мной придешь, придешь, господин и Царь на всей вселенной. Господин и Царь на всей вселенной. Только, только ты один для меня и нет другого. Только, только ты один, и я тебе, Господь, принадлежу. Господь хочет, чтобы сегодня, даже те, кто в этом религиозном блуде сегодня находятся, в оккультизме, чтобы они воззрели на того, кого распинали своими грехами. А мы все распинали Господа нашего своими грехами, потому что грехи наши были на нем. И я своими грехами распинал Иисуса. И когда я это осознал, я просил прощения. И я осознал, что Иисус Христос, Он мой Спаситель, мой Господь. И что Он мой путь, истинная жизнь. И пусть это правда Божья, истина Божья, она придет в судьбу многих, миллионов, миллионов христиан. Моя мечта, чтобы по всей Руси, матушке, чтобы в этих прекрасных храмах звучало слово евангельское, слово живое, чтобы священники, тысячи моих коллег, люди вряса с крестами на ноги, на груди, чтобы они им указывали людям на Иисуса Христа. И когда прихожане поставили память и говорили бы, батюшка, как же Богородица, как же там икона такая-то, такая-сякая-то, или такой-то святой, всякой-то святой. Батюшку, чтобы говорили, извините, бабушки, извините, люди добрые, последние эти столетия, да, мы много трох наломали, но сегодня мы знаем правду, а это правда в Иисусе Христе. Наша жизнь в Иисусе Христе. Я хочу вас благословить, возлюбленные, поздравить с двадцатилетиями, завтра еще от церкви мы вручим вам тоже еще подарок, еще такое поздравление. Но я взял талит, талос, это еврейская молитва, она только покрывала, проще говоря, это мессианский талит. Я очень люблю на молитве использовать этот талос, этот талит для благословения. Я хочу спеть благословение, взял его, спеть любимое свое благословение из Библии. Это благословение есть в четвертой книге Моисеевой, в числах, в шестой главе. Бог дал Моисею эти слова святые. В шестой главе в конце написано, что он дал эти слова для Аарона и его сыновей, и чтобы этими словами благословляли сынов Израиля. И Бог в конце главы говорит так, и я благословлю их. И сегодня, даже если среди нас не так много евреев по крови, но по нашей общей вере в Иисуса Христа, мы наследники великих благословений Бога Самого, Святого Израилева. И тем более, что вообще в украинском народе я знаю очень много еврейской крови. Очень много. Как в России говорят, по три русского найдешь Татавина, а в Украине по три украинца найдешь еврея. Здесь очень много переплелось еврейских корней за историю, тысячелетнюю историю Украины. Но знаете что? Не кровь это, а самое главное вера. 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 Когда Моисей призвал к покаянию, когда Моисей призвал к Великому Исходу, примерно, как считается в еврейском предании, примерно треть евреев так и не поверило, ни Богу, ни Моисею. Так и остались в Египте. Но часть вот тех неевреев, египтям, они поверили Богу, поверили Моисею, и они пошли, послушались этот Божий призыв, послушали Божьего призыва, и пошли в этом Великом Исходе, стали участниками этого Исхода. И, господа, на самом деле, Господь сегодня хочет благословить всех нас. И я благословляю в этих словах на еврейском языке, на русском языке, благословляю, Иоанн Макарович, вас лично, благословляю вашу команду, ваших служителей, помощников, соратников, всех единомышленников, благословляю всех участников этой конференции, и пусть Бог пребудет со всеми вами. Аминь. Я хочу добавить, у меня есть Слово от Бога. Знаете, друзья, тут пять заповедей, и там пять. Это Слово Божье, вот эти вот шнурки. И когда больная женщина коснулась краю одежды, она коснулась вот этому краю, это Слово Божье. И исцелилась. Не просто к рукаву Иисуса, вот к этим вот краям, вот к этим шнуркам. Это факт. Поэтому, когда вы будете благословлять, Бог мне сказал, что пастор Ольга и пастор Геннадий взялись за эти шнурки, а вы благословляете. Да. Возьмитесь. Пастор Ольга. Иду и бухи. Боже, святой благослови, обратите лицо святое на нас. Боже, святой благослови, обратите лицо святое на нас. Иисус. Боже, святой благослови, обратите лицо святое на нас. Да призрит на Тебя Господь святым лицом Своим и помилует Тебя, да обратит Господь лицо Своим на Тебя и даст Тебе мир. Бешем Иешуа Гамашях во имя Иисуса Христа Мессии. Амин. Бог Аврама Исаака Якова, Отец наш, Сущий на небесах, благостови Господь, благостови всех нас детей своих под своим святым покровом собранных, Господь, Боже, Ты собрал нас как птиц и птенцов, Боже, как отец своих детей, сыновей и вечерей, благостови Господь, пастор Геннадий, пастор Ольга Господь, Боже, всех братьев и сестер, собравшихся здесь, Боже, под Твоим святым покровом, благостови Господь и обрати свое светлое лицо на нас, Господь, сегодня на эту конференцию, Боже, и поздравь Господь, Боже, церковь Филадельфия, всех собравшихся здесь, Господь, Боже, во имя Иисуса Христа, Сына Твоего, Божия, Агнца Твоего, Божия, нашего Спасителя. Амин. Аминь. 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 Слава Иисусу Христа. Братья и сестры, Бог побуждает меня помолиться за реформированное православие, за обновление православия вместе с вами. Прежде чем мы это сделаем, знайте, что мне пришло на ум или дух. Оказывается, у каждой иконы православной церкви есть коробка, куда жертвуют. И если, ну, извините, молодой священник, салага, как правило, ему непопулярно выдают икону, куда меньше жертвуют, меньше денег. А когда уже выше рейтинг, ему пантелеймон там, который там, ну, панько святые, какие-то засилыня. Вот. И туда больше бросают. Поэтому они заинтересованы популяризировать своего святого. Понимаете, в чем дело? Вот. Да. Да. Но, смотрите, я в Новом Завете нашел вопрос Марии Решеным. Я всем это говорю. Когда на свадьбе, в Кане Галилейской, у них возникла проблема, они обратились к мамочке, к матушке обратились. Что она сказала? Что он вам сказал? Указала на Иисуса и сказала, его слушайте, что не взялась сама решать проблему вина. Не взялась? Просто указала на Иисуса. И до сего дня она указывает на Иисуса, если мы действительно у нее спросим, то же, что вы проповедовали. Давайте молиться, друзья. Аллилуйя! Во имя Иисуса мы провозглашаем, Господь, Твое Царство, силу и славу в эту особенную сферу. Ведь это наш народ. Ведь это наши корни. Ведь это их богоискание, Господи. И они сегодня по суду совести идут перед Тобой, эти наши люди православные. Но как здорово сегодня иметь путь благодати, иметь путь покаяния, иметь путь Христа. Господи, мы просим Тебя, чтобы Дух Твой Святой, Он вошел туда во имя Иисуса. В эти церкви, в их сознание, в их совесть, в этих священников, в их Дух, Господи. Чтобы они, с ремесленников, повернулись и возродились, родились свыше и несли чистые Евангелия, Господи. Мы их любим, мы их благословляем. Мы их благословляем, мы их благословляем сегодня. Всех наших священников, Московского, Киевского патриархата, автохефальную церковь, грехокатоликов, которые тоже православные люди. Господи, это наши братья, и сердце наше болит за них. Господи, где есть антагонизмы, где есть неприятия, где они на нас смотрят, как на сектантов. Господи, мы не держим зла, мы любим дальше. Мы отпускаем это и прощаем. Мы прощаем их, Господи. И даже за то, что они заблуждаются, мы их прощаем и любим, и сочувствуем. И просим Твоего особого вмешательства. Дай нам слово любви к ним. Дай нам, чтобы это откровение не было ножом, который режет. Но чтобы это было так, как делал Ты Иисус. Ты шел ко всем. Ты общался со всеми. Ты был в гостях у всех. Господи, как нам подойти к ним? Научи нас. И сегодня мы хочем, чтобы Ты, Господи, через эту молитву, через всех пасторов, через всех, кто на этой конференции, братья и сестер, чтобы Ты, Господи, благословил это новое обновление в православии. Чтобы Ты благословил архиепископа Сергея. Чтобы Ты благословил всех его пасторов и служителей, священников. Всю паству, всех людей, кто стоит в проломе за это особенно сложное дело, Господи. Но нет Тебе ничего сложного. Поэтому пусть Твое царство распространится оттуда. Там, где Тебя ищут. Где мы не идем в мир безбожий. Но где есть Твое имя. Но оно, Господи, искажено. Пусть Твоя истина, она придет. Потому что Твоя истина, это как живая вода, которая очищает. Пусть идет под... Я вижу поток, братья, я вижу ручей. Вот это вот оно по щиколотке, потом выше, выше, выше. И оно пойдет у вас, я пророчествую вам. Будет по колено, потом будет дальше, и вы поблывете во имя Иисуса. Это обновление православия. Оно пойдет большим течением. Оно идет из-под храма. Из-под храма. Откуда этот поток, он пойдет больше, 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 больше во имя Иисуса, Господи. Ты поведи это. Ты благослови. Ты дай нужные ресурсы, нужные слова, нужные методы. Открывай двери там, где можно, Господи. Дай смирение, дай привирение, дай понимание, Господи, тем, от кого это зависит. Господи, согни эти шапки золотые, эти все бриллианты, эту власть, эту структуру, всю пирамиду. И пусть она сокрушится, и всякое колено преклонится пред Тобой, Иисус. Аллилуйя. Слава и хвала Тебя за братьев, за то, что Ты ведешь их, Господи. И пусть Твое благословение будет на них. Пусть Твое пробуждение пройдет через них. Пусть Твоя реформация пройдет через них. Твое обновление туда, в православную церковь. И мы вместе будем славить Тебя, Господь. Разными устами, разными формами. Но это будет литургия одному Богу. Братьев и сестер. Разных названий, разных конфессий, разных семейств. Но все дети Божьи, Господи. Благослови это. Мы молим это во имя Иисуса. Аминь. Дайте хвалу Богу. Спасибо. Огромное спасибо. Вы знаете, Братья, я, когда слушаю Сергея, я восхищаюсь вот той простотой, с которой он доводит до нашего сознания важность силы Божьей. Важность Слова Божьего. И спасибо. Присядьте, пожалуйста. Спасибо. Я верю, что то, что Бог возложил на архиепископа Сергея, на священника Алексея Ивановича, на других священников, которые, о которых я знаю, с которыми мы дружим, это, конечно, ноша. Но Бог дает все по силам. И я верю, что реформировано православие. Оно обязательно, просто как вот светило лучезарное на Украине, будет влиять на сознание и веру людей в Иисуса Христа. Вы слышали сегодня, кто главный для православных царств? Иисус. Скажи Иисус. Слава Богу. Наше служение сегодня пришло к концу. Мы уже на 25 минут, как должны сидеть за столами и кушать. Но прежде чем я вас приглашу к столу, я хочу сказать вам, что не потому, что это традиция, не потому, что это принято на конференции, а потому, что это необходимость. Потому, что все, что мы имеем, это здорово. Но за все расплачивается серебро. И знаете, прежде чем сказать вам о серебре, я хочу сказать о золоте. Григорий, Полина, поднимитесь, пожалуйста. Поднимитесь. Вы знаете, мы не поприветствовали пастыров Григория и Парижа. Их вера, это золото. Потому, что там в Олевске, где они живут, они осаливают, они несут Святые Евангелие и они благословляют. Спасибо вам, что вы приехали. Это те, за кого вы молились, что они в дороге. И мы просвидели, слава Богу, вы послушали. Спасибо, присядьте. Итак, за все расплачивается серебро. Поэтому два дворца синих, видите, не голубых, я подчеркиваю, синих. Они ожидают вашего внимания к тому, чтобы что-то туда попало. Поэтому, не потому, что традиция, а потому, что нам необходимо еще два дня находиться здесь, чтобы нам было уютно. Пожалуйста, дайте Богу то, что вы хотели бы дать. Благословите конференцию тем, чем вы можете. Не нужно, не нужно последнее отдавать. Подумайте, я всегда говорю, прежде чем дать что-то Богу, подумай, накалюли ли ты детей. Потому что, если твои дети голодные, Бог не благословляет тебя. И ты несешь кому-то, отдаешь. Вы знаете, я не верю в эти сказки. Когда люди говорят, вот я забрала у своих детей все, и принесла там на церкви, и поэтому Бог благословил меня. Я давно уже в эти сказки не верю. Я верю в то, что ты дай. Вначале своим детям. А потом, пожалуйста. Потому что за их жизнь ты отвечаешь. И я не хочу, чтобы ваш пыл умерчился. Конечно, мне нравится, когда сестры и братья считают в конце, и много времени тратят на это. Чтобы посчитать, что люди дали. Но я хочу сказать, это не главное. Это не основное. Можешь, дай. Не можешь. Бог благословит тебя, потому что ты свое сердце положишь, и оно принадлежит Богу. Пожалуйста. У нас в церкви не ходят чашками, не дают. У нас не суд. Не суд. И ты, если сможешь, принеси. Значит, да. А значит, когда? Сними нас вместе. А, сейчас. Шалом. Благословение. Сожность Магенновида. Слава Богу. И я. Благословение. Аминь. 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 Слава Богу. Брав, приветствую. Слава Богу. Слава Богу. Молодцы. И я хочу, чтобы они в воскресенье, воскресенье у нас на Клоуке. О, замечательно. Ярочка погибла. Замечательно. Погибла поморайчик. Молодцы. Молодцы. Сейчас еще раз. Сейчас еще раз. Можно спешку открыть. Спасибо. Пожалуйста, я прошу, займите ваши места. У нас есть еще очень, очень неразрешенная нужда. Нужда к Богу. Сейчас брат подошел и сказал, что у его родственника, пожалуйста, братья и сестры, у него родственника очень большая проблема. Внутреннее кровоизлияние и его повезли в реанимацию. Вы знаете, я знаю, что Бог просто внимательно смотрит сейчас, что мы скажем Ему. Он слушает нас. Поэтому давайте поднимем наши руки. Отец, во имя Иисуса Христа. Мы поднимаем наши руки, потому что не можем возложить этого человека, он далеко и в реанимации. Но мы, Господь, знаем его имя. Его зовут Александр. Отец во имя Иисуса Христа. Ты останови это внутреннее кровотечение и пусть это будет свидетельством этому человеку, врачам, 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 которые сегодня ко мне, после него. И дай мне свою мир, чтобы этот человек был не силен в Твоем имени. Ты знаешь его жизнь, ты знаешь его жизнь, но мы их анатажем сегодня при Тобой. Отец во имя, Господа Иисуса Христа. И Тебе вся слава, и Тебе вся честь, Тебе хвала за исцеление Александра. Александр, аминь, аминь, что получает, просимая. Аминь, Господи, Господи. Слава Богу. Друзья, присядьте, я хочу вам сказать о том, что ожидает нас в дальнейшем. Сейчас после ужина группа, которая едет на расселение в гостиницу, не расходите сдалеко. Кто остается здесь, это группа прославления из Луцка и еще, да, Александр. Кто еще из Луцка и еще кто? Кто в гостинице, мы их подвезем машинами. Машинами подвезем. А потом вернемся и выедем туда, что мы идем. Хорошо, договорились. Договорились. Поэтому после ужина мы поедем расселяться, кому нужно, кому нужно. Здесь будет расселяться. Завтра у нас начало служения в 11 часов. У нас будет завтра общение и свидетельство пасторов, церквей, открытая Библия и Царство Божие и реформирование православия. Это будут свидетельства пропадать. А, наверное, другую нужно, микрофон здесь. Другую, уже отговорили. Да, да, да. Поэтому я прошу вас, будьте открытыми. Завтра расскажите, что вы считаете возможным, и мы поблагодарим вместе Господа. В 13 до 14 будет обед. Не пропустите, я вас очень прошу. Потому что вас ожидает обещанный борщ. Завтра, мне сказали, будет особый борщ. Итак, после этого будет прославление церкви и будет семинар. Церковь, пастор, церковь, любовь и исцеление, Сипанчук Вячеслав, будет делиться некоторыми вещами. И затем епископ Александр Ряслиславович подведет итог. И в 16 до 17 у нас будет кофе, чай, общение. А с 17 до 19 часов у нас будет молитва. Молитва за Украину. Вы знаете, мы живем на Украине. И я верю, что нам очень близкие все люди, которые здесь живут. Но они, большинство, не знают Иисуса. Я даже сегодня никогда об этом не задумывался. Но послушаю архиепископ, как он сказал, что евреи подтверждают, что из Египта не все евреи вышли. Мы христианская страна. И нам сегодня, как никому, нужно ходатайствовать, стучать к Богу за спасение этих грешных людей. Они нам не нравятся своими грехами, своим поведением, своим отношением к Богу. Но их любит Бог. Поэтому я очень прошу вас, давайте мы завтра, и Владимир Сергеевич Глуховский, апостол в церкве христиан-молитской веры, он завершит завтра молитву за Украину. И я вас очень прошу, давайте не будем торопиться никуда, уезжать до тех пор, пока мы завтрашнюю программу не выполним. Пусть Господь благословит наше намерение и будет с вами. Аминь. Приятного аппетита. Пожалуйста, к столу. Оно еще пишется, кстати.